Хей йоу! Всем шарф! Вы находитесь на канале Ильи Яковлева, и в сегодняшнем уроке по C-Sharp мы разберемся с такой вещью, как виртуальные методы, а также затронем несколько ключевых слов, что даст нам подспорье в изучении абстрактных классов и методов, о которых будет уже следующий урок. Кроме того, мы рассмотрим применение виртуальных методов на довольно интересном примере в Unity, поэтому усаживайтесь поудобнее и погнали! Кто же такие эти ваши виртуальные методы и чего они лезут к нам в код? Сейчас попробуем это понять. Часто при использовании наследования возникает ситуация, когда мы хотим изменить метод базового класса у одного из наследников, но при этом, чтобы у остальных наследников все осталось так же. Как быть в этом случае? Тут на помощь приходят виртуальные методы. С их помощью мы как раз и можем реализовать нашу вышеупомянутую хотелку. Метод, помеченный как виртуальный, мы можем изменить в наследнике. При этом в каком-то другом наследнике мы можем ничего с этим методом не делать, и тогда он будет реализовываться так, как прописано в базовом классе. Да, сейчас это звучит немного запутанно, однако не переживайте, мы все разберем поэтапно в Visual Studio, а затем перенесем наши наработки в Unity. Итак, мы в Visual Studio. Теперь давайте представим, что хотим создать врага для игры. Тогда, понятное дело, надо завести какой-то класс Enemy, в котором и будет описан наш враг. Я не буду тут подробно писать реализацию врага, но давайте, например, зададим через свойство его скорость и напишем метод бега, ибо понятно, что наша вражина должна как-то передвигаться. В принципе, логично. И вот мы радостные, у нас есть с кем бороться, но дальше нам хочется в игру добавить разные типы врагов. Что мы можем сделать в этом случае? Завести производные классы от нашего Enemy, конечно, ибо все типы будут врагами, и логично унаследовать их от одного такого класса. Давайте заведем злобного врага лягушку, кровожадную утку и обычного человека, как и подразумевалось изначально. А после унаследуемся от Enemy. Теперь мы помним из урока по наследованию, ссылочка, если что, в описании, что метод Move можно будет вызвать из каждого из производных классов. Однако понятно, что реализация бега должна быть у них разная. Не будет же лягушка говорить «Я человек и бегу». Она должна говорить «Я лягушка и прыгаю», а утка, допустим, должна летать. Так давайте поменяем у производных классов метод Move, используя то, о чем мы говорили в начале. Пометим метод Move в базовом классе как виртуальный. Делается это с помощью ключевого слова virtual, следующим образом. Теперь мы можем переопределить этот метод в производном классе, если захотим. Делается это следующим образом. После модификатора доступа пишем ключевое слово override. Оно говорит компилятору, что мы хотим переопределить базовый виртуальный метод. И потом пишем сам метод, и главное, точно с таким же названием и набором параметров. Далее в теле метода можем уже писать все, что захотим. Например, у лягушки поменяем скорость на 5, и в качестве реализации запишем Я лягушка и прыгаю со скоростью вот такой-то. А у утки аналогично поменяем скорость на 15, и запишем Я утка и лечу со скоростью. А у человека пока что ничего переопределять не будем. Теперь попробуем скомпилировать программу и посмотрим, что произойдет. Как видите, хоть мы везде и вызвали один и тот же метод Move, как и раньше, но теперь каждый производный класс использует собственную реализацию. Круто, не правда ли? Кстати, такую же штуку мы можем провернуть и со свойствами, что тоже бывает удобно. Теперь давайте разберем крайне полезное ключевое слово base. Для чего оно необходимо? А давайте заглянем в класс EnemyHuman, который остался нетронутым, и представим, что мы захотели изменить скорость бега. Но при этом реализация метода Move базового класса нас полностью устраивает. Тогда мы можем переопределить наш метод, изменить скорость и после этого использовать ключевое слово base, с помощью которого мы можем обращаться к членам базового класса. И вызовем метод Move. Получается, мы сделали какие-то изменения, и потом без дублирования кода использовали реализацию метода из базового класса. Просто отлично. И вот мы снова в Unity. Давайте попробуем применить то, что изучили, и даже немного больше, на практике. Предлагаю сделать три типа оружия, используя наследование и виртуальные методы. Я как раз подготовил простенький проект для примера. Начнем со скриптов. Заглянем в базовый класс Gun, который будет описывать общие черты наших пушек, а также будет содержать базовую реализацию выстрела в следующем виде. Среди полей мы видим время перезарядки оружия и текущее время до конца перезарядки, а также поле для префаба патрона и место, где эти патроны будут спауниться. Далее метод нашего выстрела. Помечаем его как виртуальный, так как в каких-нибудь пушках мы захотим обязательно его переопределить. И внутри метода проверяем, не перезаряжается ли пушка, и с помощью Instant Aid создаем префаб нашего патрона в точке спауна, сохраняя его изначальный поворот. Причем заметьте, как я создаю патрон. Не просто вызываю Instant Aid, а сохраняю ссылку на булли. Это полезно в том случае, когда мы, допустим, хотим проинициализировать объект после его создания. То есть мы могли бы тут после создания вызвать у булли какой-нибудь метод init, который проводил бы какую-то начальную инициализацию патрона. Но в данном случае нам это не надо, я просто для расширения кругозора показал вам такой приемчик. Ну и в апдейт просто уменьшаем время перезарядки, пока оно снова не станет нулем. Тут все просто. Далее создадим класс пистолет и унаследуемся от gun. Собственно, это все. Так как я хочу, чтобы пистолет у нас стрелял по одному патрону и базовая реализация меня полностью устраивает. Потом аналогично создадим класс штурмовой винтовки. И тут надо немного пошаманить, так как я хочу, чтобы она стреляла очередью. Для этого создадим два поля. Для количества выстреливаемых в очереди патронов и скорострельности. То есть, с каким интервалом времени будут вылетать патроны одной очереди. И далее переопределим метод shoot, в котором мы уже будем не просто создавать наш патрон, а вызывать куррутину. Пиши комментарий, если хочешь урок по куррутинам в юните. Но прежде чем ее вызвать, ее надо создать. Поэтому тут у меня есть готовая курутина, которая работает следующим образом. В цикле мы создаем патрон и потом указываем задержку до создания следующего патрона, которая как раз равна скорострельности. И собственно все. Теперь при стрельбе у винтовки будут очередями спауниться патроны. И я захотел для закрепления сделать еще одну супер винтовку, которая будет выстреливать сразу тремя патронами. Также переопределяем метод shoot. И если пушка заряжена, то в цикле создаю наши пули, смещая их точку спауна в зависимости от индекса i. То есть получится один патрон слева, один патрон посередине и один справа. Да, я знаю, что это немного костыльная реализация с какими-то магическими числами. Но мне было лень думать, а для нашей сегодняшней темы этого более чем достаточно. Теперь посмотрим класс пули. Тут я просто с помощью translate в апдейте двигаю ее вперед. Ничего сложного. Теперь мы можем переместиться на сцену. Тут у меня три куба, которые я назвал соответственно именами наших пушек. И у каждой из них есть дочерний пустой объект empty, который и будет точкой спауна пули. Я поставил ее как раз к концу кубика, откуда она и должна вылетать. И на каждом кубике оружия висит соответствующий скрипт. Я уже вписал сюда какие-то значения, чтобы сэкономить время. Можете поставить на паузу и посмотреть внимательнее. И также перетащил точки спауна пули для каждого оружия. И соответственно префаб пули. В качестве пули у нас будет выступать желтый шарик, на который я закинул скрипт bullet, задал скорость и затем сделал из него префаб. Так, три заряженных винтовки у нас есть. Теперь рассмотрим переключение между ними по кнопкам. И соответственно стрельбу. Я создал пустышку, так как у нас нет какого-то настоящего игрока, который стрелял без этих пушек. И назвал ее player. Повесил на нее скрипт player shoot, в котором у нас два метода. И тут есть интересная особенность, о которой я упомянул в уроке про наследование. Как видите, я создал лишь одно поле gun. Хотя оружия у нас несколько и их классы именуются по-другому. И в методе switch мы тоже передаем лишь gun. Дело в том, что тут мы выполняем апкаст, то есть преобразуем производный тип класса к базовому. В этот метод мы можем передать любую пушку, унаследованную от gun, поменять ее у игрока, а затем вызвать у нее метод shoot, который является виртуальным и вызовется соответствующая его реализация. Вот так вот все удобно работает. Если вы хотите, чтобы я поподробнее объяснил тему апкастов и даункастов, то обязательно пишите об этом в комментарии. И также на сцене закинем для пушки по умолчанию пистолет и пойдем дальше. Осталось дело за малым. Я создал канвас и на нем 4 кнопки. Первый отвечает за стрельбу. Сюда я закинул плеера и выбрал вызов метода shoot при нажатии. А на остальные 3 кнопки я также закинул плеера и выбрал вызов метода switchgun. При этом на каждой кнопке мы передаем в этот метод соответствующую винтовку со сцены. А теперь наконец-то запустим сцену и протестируем. Сначала выстрелим из пистолета. И как видите при повторном нажатии на shoot он не стреляет, так как идет перезарядка. Далее выберем винтовку и выстрелим из нее. Все отлично. И наконец супер винтовка. Бах! И сразу 3 патрона. Действительно супер. Поздравляю с окончанием урока. Я думаю это было достаточно полезно, так как я постарался и объяснить тему. И на достаточно большом для такого формата урока в примере показал несколько интересных особенностей. Которые 100% вам пригодятся на практике. Обязательно постарайтесь понять эту тему, так как она очень часто используется в реальных задачах, а также паттернах проектирования. Надеюсь я заслужил лайк, подписку и колокольчик. Скоро увидимся с новыми уроками. Всем удачи и пока-пока.